Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио Комсомольская правда. Екатеринбург. Всем доброе утро. 8.03 уже точная местная. Юлия Сталина и Роман Сухих здесь с вами. Продолжаем всех будить и рассказывать обо всем, что происходит у нас в городе. Обо всем прекрасном. Андрей Ермоленко у нас на связи. Самоизолировался в Геленджике. Самый лучший город. Прекрасная самоизоляция. Доброе утро. Слышите нас? Как слышно. Прием, прием. Андрей, у тебя сколько там градусов сейчас? 11. У нас один. У нас минус один. Просто знай это. Просто знай. Про путешествия хотим мы с тобой поговорить. Про путешествия к морю. На машине. Правильно? На машине весь? Да, конечно, на машине. Исключительно на автомобиле. Исключительно с семьей. Итак, ну что. То есть на своем опыте сейчас Андрей Ермоленко будет рассказывать, как добраться на машине до теплых наших краев российских. Но у нас теперь как бы нет других вариантов, куда можно ездить. Ну вот теперь. Ну, каково это? Да, отлично. Приехав на место, спустя двое суток дороги, меня супруга спросила, сильно устал. Я сказал, что, во-первых, готов ехать еще дальше. И, во-вторых, если бы была возможность прямо взять, телепортироваться из Екатеринбурга на берега Черного моря в один момент, я бы не согласился, я бы еще раз проехал эту дорогу, потому что дорога это особенно удовольствие, особенно впечатление. Я смотрю, вот 2800 километров показывает мне Яндекс.Карты. То есть всего в пути вот один день 12 часов, ну то есть двое суток, да, получается, на это все уходит. То есть спокойной дороги, да? Ну, как правило, эту дорогу проезжают с двумя ночевками, потому что 2800 километров разделить на 2400 километровых пробега достаточно сложно. Поэтому люди, которые, как правило, едут к морю и, как правило, делают это летом, им трудно проехать эту дорогу за, скажем так, за два световых дня. Поэтому едут с двумя ночевками, получается, три световых дня, ну не очень полных. Я поступил по-другому. Привыкнув уже много ездить на дальняк, делаю это по ночам по двум причинам, даже по многим причинам. Во-первых, у меня дети, в том числе маленькие, младшему полгода всего, поэтому, если маленький ребенок капризничает, то это не очень приятно всем окружающим, в том числе и его родителям в машине. Поэтому, когда он спит, всем хорошо. А спят люди, в том числе и дети, как правило, ночью. Во-вторых, ночью гораздо проще трафик на дорогах, особенно на федеральных трассах, особенно на таких федеральных трассах, как М5, которая называется федеральной трассой по какому-то недоразумению только-то. Это обычная луженькая дорожка по одной полосе в каждую сторону. И дорожные ремонты, которые тоже вызывают серьезные пробки на дорогах из-за реверсивного движения, также ночью они гораздо более проходимы. Ну и, в-третьих, ночью не жарко, потому что солнце не светит и не нагревает полу. Так что, прям вот по шагам расскажу. Да, секунду, Андрей, ну вот прежде, чем ты расскажешь по шагам, как по ночам ехать от точки А в точку Б, а ночью же стресс все равно, фуры слепят тебя, вот как вот ты с этим справляешься? А если дождик, то дорога мокрая и глаза напрягаются, например? Ну, фуры в основном спят по ночам. К счастью, они, ну, как минимум, три четверти фур стоят на стоянке и ночью спят. Ну, а с остальным, да, мне кажется, это зависит от зрения, ну, и каких-то особенностей, может быть, человека. Мне, наоборот, комфортно видеть дорогу ночью, когда отчетливо видно контрастную разметку. Вот дорога, она серая, ну, ночью черная, а разметка, она белая, и в свете фара она прям светится. И мне прям вот комфортно еду. У меня справа всегда сплошная линия, обозначающая обочину. Слева у меня то сплошная, то прерывистая. И вот в этом коридорчике прямо как этот поезд по рельсам еду и еду, еду и еду. Нет, вообще норм. У тебя как у айфона современного камера ночного вида встроена. Прямо, прямо в зрении. Ну, тогда расскажи, вот, какие точки ты проезжал за вот эти три, получается, дня? По ночам? Да. Во-первых, оговорюсь, что это у меня не отпуск, это у меня работа на удаленке. Наш работодатель решил распустить сотрудников, которые могут без отрыва от производственного процесса работать удаленно. Отпустил работать по домам. И я решил, ну, а что сидеть дома? Ну, точнее, что сидеть дома в Екатеринбурге? И поэтому мы решили посидеть дома где-нибудь там, где можно дышать хорошим свежим воздухом, гулять там по вечерам и так далее. Мы решили поехать на юг. Для того, чтобы на производственный процесс, опять же, это не повлияло, поехали в выходные. И если выехать в пятницу вечером, в 8 часов вечера из Екатеринбурга, то в воскресенье вечером, около 5 часов вечера, можно приехать, например, в Геленджик. Дорога, ну, на самом деле, очень простая. Я ее ехал вот в таком виде до Геленджика первый раз. Я раньше уже ездил в южном направлении, в Самару или до Волгограда, до Элисты, в Грузию, в Турцию через Грузию ездил. Но наше Черное море на машине еще не ездило. Дорога оказалась очень простая, прям вот, хотя вариантов очень много. На разных форумах прямо ломают копья, как правильно поехать. Расскажу про свой опыт, мне он показался очень удобным, простым и комфортным. Выехали, еще раз скажу, в 8 вечера в пятницу. И доехать до Самары при таком режиме очень просто, примерно к 10 часам утра уже. Мы примерно в 10 утра проехали Самару и проехав чуть дальше, до Саратовской области, до маленького городка Хвалын Саратовской области, заранее приметился небольшой купеческий городок на берегу Волги. Очень красивый, уютный, с очень недорогим жильем. Мы доехали туда примерно к 11 часам местного времени, а при движении на запад начинает время работать в вашу сторону, потому что часовые пояса дарят вам то один час, то еще два часа разницы во времени. И в городе Хвалынске с 11 утра примерно до 7 вечера мы отдохнули. Жена с детьми погуляла, я в гостинице поспал отлично, потом погуляли вместе по городу, пообедали и поехали дальше опять вечером. И стартовав примерно в 5 часов вечера, доехали до Волгограда. Андрей, сразу вопрос, почему в Самаре не остановились? Большой красивый город, есть что посмотреть. А выбрали небольшой какой-то населенный пункт. Ну, в Самаре, во-первых, мы уже много раз были, во-вторых, действительно, Самара большой город, миллионник, очень протяженный. И для того, чтобы добраться до точки, где мы там будем ночевать в Самаре и гулять, мы потратили бы много времени на перемещение по самой Самаре. Да, еще и трафик машин там поплотнее, чем на трассе. Согласна с вами по поводу Самары, конечно. Хорошо, дальше Волгоград был следующей точкой. Да, в Волгоград мы проехали практически без остановки. Я остановился только около монумента «Родина-мать», чтобы, так сказать, поклониться старой знакомой. После реконструкции прошлого года с нее сняли леса, наконец-то, 75-летие победы, и ремонтировали. Выглядит, конечно, на фоне ночного неба подсвеченная. Это самая крупная скульптура чуть ли не в мире. В России это точно самая высокая скульптура. И проехав через весь Волгоград, на его южной окраине, а Волгоград самый длинный город в России, его протяженность почти 100 километров от края до края. Представляете, мы живем в городе практически полуторамиллионном, а Волгоград, который гораздо меньше нас по численности населения, он в длину Польши и Екатеринбурга раз в пять. Сумас, как от нас до Тагила примерно. Практически, да. Это все город вдоль реки Волги. И объездной там как таковой нет. Там только есть несколько параллельных улиц, магистрали вдоль Волги. Поэтому нужно проехать в Волгоград. Это тоже лучше делать, скажем так, в нерабочее время. Или поздно вечером, или ночью, или рано утром. Потому что трафик тоже был соответствующий по замечательному городу, герою Волгограду. И до южной границы Волгограда мы доехали уже под раннее утро, или под позднюю ночь, часа в 3-4 ночи, наверное, на южной окраине Волгограда. Я один час поспал в машине еще, потому что почувствовал, что начал уставать. И вообще, хочу оговориться, вот мой опыт езды по ночам, это не рекомендация. Потому что люди, на самом деле, по-разному переносят ночную дорогу, утомляются, засыпают. И многие попадают в ДТП просто по причине, что они начинают клевать и засыпать за рулем. Это очень опасно. Поэтому, если вы едете ночью, чувствуете хоть малейшее утомление, вот прям вот секундное даже ощущение, сразу же останавливаетесь, спите хотя бы полчаса-час, вам будет намного легче. Прям вот проверено и гарантировано. Ну и, конечно, крепкий кофе в термосе. С собой даже термос небольшой, на заправках его пополняю, по пути пью. И громкая музыка в наушниках. Я слушал эту дорогу с тектора газа, вспоминал молодость, меня прям очень бодрило. А вот в наушниках-то это же не очень безопасно, потому что, ну, мало ли там какие-то звуки, сигналы на дороге могут происходить водителям именно. Вот я не могу в наушниках находиться именно во время того, как за рулем. Или согласен в городе в наушниках, или с громкой музыкой в салоне ездить небезопасно. А с громкой музыкой в салоне еще и не уважительно к остальным автомобилистам. А на трассе, ну, что там слушать, как, не знаю, как какая-нибудь фура будет гудеть кому-то зачем-то, или паровоз где-то вдалеке. На трассе звуков, кроме там шума ваших колес, ну, практически нет. Звук сигнала на трассе, это что-то из ряда вон выходящее. Андрей, мы тут вынуждены на короткую рекламу прерваться, и дальше продолжим рассказывать о путешествии на юг России. Что, на земле разговоров только о море у нас, и разговоры от Андрея Ермоленко воплотил. А все потому, что, да, соблазняет нас поездкой куда-нибудь на удаленку, на море. Настоящий мужик Елинжик уехал. Значит, Андрей, до Волгограда мы добрались, там по 4 утра примерно у нас уже на часах. Ты остановился, что было дальше? Мы поспали в машине примерно час. На заправке я залил полный бак бензина в очередной раз и полный термоскофе, и поехали дальше. Вообще, про дорогу на юг, как я уже говорил, много очень спорят автомобилисты, которые путешествуют на юг летом. И вариантов, как доехать после Самары уже, особенно после Саратова, очень много. Много дорог уже на юге России, на Кубани еще больше. Поэтому просто надо выбрать наиболее оптимально. У меня было два варианта основных, как поехать. После Саратова, это город между Самарой и Волгоградом практически посередине, можно было повернуть направо, на запад и доехать примерно до Воронежа по Саратовской и Воронежской. Так нет, я вот смотрю на карту, там даже вообще до Воронежа еще далековато. То есть и совсем его не охватывает, если дорога такая на запад больше. Да, не доезжая до Воронежа, можно было добраться до трассы М4 Дон. У нас ведь вся сторона построена таким образом, чтобы было удобно городу Москве. Поэтому все дороги у нас идут радиально, как из-за колеса, в город Москву. И от города Москвы идет прямая, ровная, вот как стрелая дорога на юг, через Воронеж, Ростов и Краснодар. Это трасса М4 Дон. Москвичам очень удобно ездить на юг. Вот реально прямая дорога еще и со статусом автомагистраль на некоторых участках и с платными скоростными участками. Поэтому я думал, чем я хуже москвичей. Может быть мне на М4 Дон поскорее выскочить около Воронежа. Но потом подумал, что между Саратовым и Воронежем, там ведь не Подмосковье, там нормальная Россия, Саратовская область, Воронежская область. И с дорогами там, наверное, будет не очень хорошо. Особенно ехать ночью. Можно какую-нибудь яму словить на дороге и заниматься физическими упражнениями по замене колеса ночью на обочине. Мало приятного. Поэтому я решил поехать более понятной, знакомой дорогой. Из Самары через Саратов и Камышин в Волгоград. А у Волгограда уже расплетет. По всем моим расчетам будет около 5-6 утра. И поеду уже по этим замечательным станицам Волгоградской, Ростовской области и Краснодарского края. Они там все так называются, так замечательно. И так и поехал. Через Волгоград поехал с станицами. Это прям места такой боевой славы гражданской войны. Может быть, помните там все эти песни из гражданской войны про Первую конную армию, про Буденного и так далее. Это вот все там. Это южнее Волгограда, Волгодонска, южнее Ростова-на-Дону. И там все такие названия, например, станица Песчанокопская, станица Разрильная, станица Полевянка, Крученая, Богородицкая, Белая Глина, Новопавловка и так далее. Тихорецк, на Тихорецкую состав отправится. Точно, да, Тихорецкая. Через Тихорецкую, ну или город Тихорецк, недавно переименованная, большая железнодорожная станция узловая. Поэтому там туда состав 1 отправится. Тоже нужно проехать этой дорогой. И выйти на М4 Дон примерно у города Каренов. Вы, может быть, любите мороженое или там иные какие-то продукты. Кареновская, Кареновская, Буренка. Видели, может быть, какой-то бренд, научный продукт. Это вот оттуда, это уже Краснодарский край. И там на М4, М4 действительно очень удобная трасса с разделительной полосой. Две полосы в каждую сторону. Местами она действительно платная. Но на том участке, где я ехал, там плата не взималась. Она, очевидно, севернее, там ближе к Москве платная участка. И через Краснодар, уже через Кубань. Там уже такие названия, от которых веет теплом. Горячий ключ, Джубга, Архипаосиповка. Ну, там уже морем пахнет на горячем ключе. Андрей, а почему Ростов-на-Дону ты миновал? Потому что навигатор все-таки ведет через Ростов, а далеко не вот куда ты вниз спустился на юг. На самом деле, это дорога, которую можно серьезно срезать. Ехать не из Волгограда, прямо через Каменс-Шахтинский и Ростов-на-Дону. Можно серьезно срезать там мимо Котельниково, Волгодонска, Сальска и Тихорецка. И попасть прямо на М4 около Тихорецка. Прям вот эту вот нитку рекомендую тем, кто соберется на юг. Волгоград, Котельниково, Зимовники, Сальск, Белая Глина, Тихорецк и М4 около Тихорецка. Очень удобно. Прям реально экономишь километров 200-300, срезая дорогу и не попадая в Ростов-на-Дону. Ну и тем более, около Ростова, там по объездной тоже могут быть напряженные движения. Так что ехать на наш юг, на самом деле, очень легко и просто. Ну, по крайней мере, в не сезон мне показалось это вот прям очень элементарным легким действием. Дорога красивая. По пути в Ростовской области на полях еще арбузы растут на бахчах. Мы остановились, купили арбуз прямо вот с поля. Ну, Андрей, вот ты уже сказал, что, ну, не сезон, да, действительно уже ушел ваш поезд, когда все туристы ездили на это море. Ну, сейчас-то там что? То есть ты говоришь плюс 11 градусов, это утром. Какая температура? Как море вообще? Плюс 11, это вот сейчас 6 утра. Поэтому плюс 11, 6 утра, я считаю, это очень неплохо. Очень неплохо. Я сейчас сижу во дворе нашего жилого комплекса и даже не дрожу нисколько. Прям чувствую, как пахнет свежим воздухом. Не надо, не надо, пожалуйста, Андрей, не надо. Не подробности. Температура воздуха днем примерно 22-24. Температура воды в море 21-22. Купаться-то можно еще? Да, я вчера купался. Ну, свежо, ну, нормально. На Урале летом гораздо холоднее вода. Я смотрю по карте, в принципе, у тебя же недалеко Крым и Крымский мост, что тоже является какой-то... Достопримечательностью. Это потрясающим, наверное, зрелищем. Вот есть желание, возможность, и как сложно вообще туда добраться. Да, конечно, рядом еще город Новороссийск, буквально соседний с Геленджиком. Новороссийская бухта, огромный морской порт. Это тоже очень красивое зрелище, работа морского порта. Там еще в гавани стоит корабль-памятник крейсера Михаил Кутузов. Любитель военной истории обязательно до него доберусь, на эту экскурсию. До Крыма действительно тут каких-то 300 километров осталось. То есть, проехав почти 3000, доехать до Крымского моста 300 километров, это реально поездка выходного дня для меня будет. В Крымск езжу обязательно на выходные. Посмотрю, я в Крыму к своему стыду ни разу не был еще в жизни. Вот, а я недавно оттуда вернулся. Ну, ну вы, хватит, а... Это я одна, да, в отпуск в Новосибирск езжу, да, как дурочка. Ну, нам рекомендовали просто съездить на Крымский мост. Мы брали машину в прокат, и первое, что спросил вот в аэропорту молодой человек, который сдавал машину, а поедете ли вы на Крымский мост смотреть? Там было дольше гораздо, не 300 километров, 8 часов езды. А откуда вы ехали? Ну, мы были в Ялте. Мы не поехали туда, нам предложили просто. Мы были с другой стороны Крыма, там подальше. А, ясно, вы внутри Крыма. Ну да, Крым достаточно большой, я смотрю, что я гораздо ближе к Крымскому мосту, чем вы были. Можете поделиться впечатлениями о Крыме, Роман, еще расскажите. Как там? Что стоит посмотреть? Крым, конечно, хорош. Мы были в Ялте, ну вот в центре, в самом историческом. Там дворцы знаменитейшие ялтинские, там на склоне наших всех, как сказать, не только императорские, но и великосветских князей, скажем так. Так вот, я думаю, даже ради этого можно посетить Ялту, погулять по набережной, посмотреть Ласточкино гнездо. Снизу, сверху там есть разные экскурсии, ну, можно самостоятельно съездить. Машину в прокат, конечно, самое простое брать, там от 1000 рублей в сутки все это стоит. Ну, кто не на машине приехал, естественно, Андрей это не касается. Ну, и предоставлены сами себе. Можно на Айпетре, кстати, подняться. Вот многие боятся, что там дорога, серпантин, плохая дорога. Вот я, Андрей, могу сказать, дорога очень хорошая на высоту, на самую высокую точку, одну из самых высоких Крыма. Можно спокойно туда подняться. Супер, спасибо большое за наводку. Вот видите, даже и мы вам можем что-то посоветовать. Точнее, Роман. Ну что, Андрей, будем, наверное, заканчивать. Ты сейчас в Геленджике, я так понимаю, надолго остался. Ну, на пару недель, пока не похолодает. А, пару недель, ну, это не так долго. Ну, это тоже неплохо. У нас тут снег, да. Друзья, мы будем вынуждены снова прерваться на новости. Сегодня передаем эстафетную палочку нашим коллегам. Саша Цариков, ведущий еженедельные программы по четвергам, которая называется «Андрей знает». И Андрей Попов, бизнесмен и инвестор, рассказывает, куда эффективнее вложить деньги, чтобы получить высокий доход, и куда вкладываться не стоит. Мы с Романом, ну, как бы не прощаемся, говорим вам до свидания, хорошего четверга. И, ну, и чего еще мы желаем? Ну, чего ты хочешь пожелать? Пожелать всего самого хорошего. Главное, чтобы вот к 300-летию Екатеринбурга, так вот, ниточку, что называется, чтобы ниточка протянулась, хочется не только хороших дорог, но и впечатлений, эмоций. Все-таки праздник. Вот мы не спрашивали, а нужен ли вообще вам праздник, вот как 300-летие, тот же самый салют, который мы, с одной стороны, не любим. Воздух, деньги вылетают, а с другой стороны, любим. А когда его нету, мы ругаемся, почему вот его нету, да. Концерты и так далее. Ну да, вот впечатления, и от сегодняшнего дня хороших впечатлений. Не только о 300-летии Екатеринбурга, потому что на него еще, конечно, ну, не так сильно далеко, но тем не менее. Хорошего дня вам. До свидания. Раньше всех Подкаст от Радио Комсомольская Правда Екатеринбург 92,3 FM Подкаст от Радио Комсомольская Правда Екатеринбург 92,3 FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Екатеринбург